Если вы никогда не задумывались об этом, то сейчас самое время. 12 вещей, которые лучше делать вечером, а не утром. Многие вещи мы привыкли делать с утра, потому что нам кажется, что это самое подходящее для них время суток. Однако исследования показали, что принимать душ, расчесывать волосы, проветривать комнату и многие другие утренние ритуалы нужно делать вечером. А в конце видео мы покажем бонус, как спать лучше с помощью карандаша. Но перед тем, как начать менять свои привычки, подпишитесь на наш канал и включите оповещение, чтобы быть в курсе всех наших новинок. Хорошо, начнем наш обратный отчет с номера 12. Есть мясо и творог. Если вы не поедите за несколько часов перед сном, то толком не выспитесь, потому что голод очень часто вызывает бессонницу. Кроме того, если вы пойдете спать не поужинав, то вам понадобится очень большой завтрак. Лучше съесть немного мяса или творога. Оба этих продукта содержат белки и трептофан. Это такая аминокислота, которая обеспечит вам хороший сон. А вот порция овощей не самая хорошая идея, потому что может привести к вздутию живота. Номер 11. Гулять. Совершайте прогулки перед сном. Это поможет вам забыть о проблемах прошедшего дня. Вы будете наслаждаться тишиной и мыслями о чем-нибудь приятном. Также вечерние прогулки оказывают хорошее влияние на здоровье. Согласно исследованию Национального фонда сна США, они также позволяют справиться с бессонницей. Более того, во время прогулки к вам могут прийти новые идеи и нестандартные решения. А если вам нужны доказательства, то знайте, Марк Цукерберг, основатель Фейсбук и Джек Дорси, создатель Твиттер, большие любители вечерних прогулок. Номер 10. Обдумывать и записывать план действий на предстоящий день. Даррен Харди, издатель журнала «Саксесс» и автор книги «Совокупный результат», уверен, что составлять планы нужно вечером, чтобы держать свою жизнь под контролем. Мы зачастую планируем день по утрам, когда торопимся и в результате забываем о важных вещах. Или наоборот, планируем гораздо больше, чем можем выполнить. Качественное планирование поможет вам оставаться спокойным и выполнять все задания постепенно, без лишней траты времени и энергии. Не волнуйтесь, наличие ежедневного расписания не означает, что вам нельзя импровизировать. Это значит, что ваш день будет проходить более размеренно, и свернуть с верного пути вам будет очень сложно. Номер 9. Проветривать комнату. Нажмите лайк, если вы обычно проветриваете комнату по утрам, и вот почему вам стоит пересмотреть свою привычку. В человеческом теле содержится белый жир. Очень часто этот жир откладывается в самых нежелательных местах. Но в теле присутствует и другой тип жира – бурый. Он отвечает за терморегуляцию тела и действует как источник энергии. Различные тесты доказали, что белый жир может превращаться в бурый под воздействием холодных температур, когда ускоряется метаболизм. Открывайте окно в спальне по ночам, чтобы освежить воздух. Не обязательно держать окно открытым, пока вы не замерзнете. Но прохладного воздуха будет достаточно, чтобы заставить ваш бурый жир работать быстрее и потреблять больше энергии, даже когда вы спите. Номер восемь. Готовить обед и выбирать одежду заранее. Если вы решите, что наденете на следующий день вечером, то сбережете себе нервы и время утром. Вам не нужно будет принимать решение на скорую руку. Вы будете четко знать, в чем пойдете сегодня. И это сэкономит вам минимум 15 минут, которые вы можете потратить на зарядку или чашку кофе. Если вы обычно обедаете в офисе, вы также можете собрать себе еду вечером. Планируйте все заранее. Пустой холодильник не добавит вам энергии или хорошего настроения. Номер семь. Заниматься йогой и медитировать. Мы часто не делаем утреннюю зарядку из-за отсутствия времени. А вот вечерняя йога помогает нам собрать мысли и эмоции воедино. Сбросить напряжение и подготовиться к следующему дню. В современном мире медитация стала очень популярной. Потратьте на нее 10 минут перед тем, как пойти спать. Очень важно сконцентрироваться на своем внутреннем состоянии. Лягте, закройте глаза и подумайте о каждой части вашего тела. Сфокусируйте свой внутренний взгляд на каждый из них и расслабьте ее. Заснуть после такого упражнения будет гораздо легче. Номер шесть. Принимать горячий душ или ванну. Горячий душ по утрам не самая хорошая идея, потому что горячая вода вводит в сонное состояние. Гораздо полезнее, если вы будете проводить водные процедуры вечером, потому что смена температур позволит вам быстрее уснуть. А теплая ванна – отличный способ борьбы с бессонницей. Она также успокаивает нервы, очищает забитые поры, стабилизирует уровень глюкозы в крови, расслабляет спину, а все это очень важно после напряженного рабочего дня в офисе. Номер пять. Читать то, что вы хотите запомнить. Наш мозг лучше запоминает ночью. Неудивительно, что многие студенты учат экзамены по ночам и получают хорошие отметки после этого. Ученые из университета в Суссексе доказали, что чтение – лучший способ расслабиться, потому что погружение в мир собственных фантазий позволяет быстрее избавиться от стресса, накопившегося за день, чем вечерний чай и музыка. Достаточно провести всего шесть минут с книгой, чтобы снизить уровень тревожности и расслабить мышцы тела. И когда я говорю «книга», я имею в виду именно бумажную книгу. Смартфоны и ноутбуки с яркими экранами – не самая хорошая альтернатива, потому что после них заснуть гораздо труднее. Номер четыре. Есть киви для хорошего сна. Многие люди предпочитают завтракать фруктами, но есть те, которые гораздо полезнее есть вечером. Например, киви. Несколько исследований показали, что потребление двух киви за час перед сном в течение месяца помогает быстрее засыпать и хорошо высыпаться. Витамины А и С регулируют нервные связи мозга, которые отвечают за здоровые циклы сна и выработку серотонина. Но не стоит заменять киви лимоном, потому что вы получите абсолютно обратный эффект. Лимоны дают энергию нашему телу, а не расслабление. Исключение из правил – это чашка теплой воды с медом и лимоном. Номер три. Выпивать стакан вишневого сока. Недавнее исследование Университета штата Луизианы обнаружило, что два стакана вишневого сока помогают проспать примерно на 90 минут дольше. Красные пигменты вишни повышают уровень трептофана, и он действует дольше. Если вы не любите вишневый сок, тогда ешьте на ужин морские водоросли. Согласно исследованиям, проведенным в Оксфорде, водоросли имеют высокое содержание омега-3, что способствует здоровому сну. Номер два. Расчесывать волосы. Расчесывание волос перед сном избавляет кожу вашей головы от омертвевших клеток, пыли и кожного сала. А легкий массаж мягкой расческой доставляет кислород и питательные элементы к корням волос. Плюс утром вам не придется укладывать свои волосы в спешке. Британский стилист Сэм Бурнетт утверждает, что волосы нужно расчесывать не больше двух-трех раз в день, иначе они будут быстро пачкаться и посекутся. Номер один. Анализировать свой день. Проанализируйте свой день. Вспомните все хорошее, что случилось с вами. Подумайте о том, что вы хотели бы изменить, и сделайте несколько заметок в дневнике, если вы его ведете. Исследования показали, что анализ прошедшего дня очень полезен. А если вам не достает позитивных эмоций перед сном, то сделайте что-нибудь приятное, например, погладьте кошку. Бонус! Карандаш поможет справиться с храпом и головными болями. Если кто-то в вашей семье храпит или храпите вы сами, мы рекомендуем это упражнение на укрепление верхнего неба, которое и является причиной храпа. В свободное время закрепите карандаш между своими зубами и держите его в течение пяти-десяти минут. Это простое упражнение также избавит вас от головной боли, так как оно расслабляет определенные мышцы. А у вас есть свои собственные вечерние ритуалы, без которых вы никогда не ложитесь спать? Поделитесь с нами в комментариях. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк и отправьте ссылку на этот ролик друзьям, которые вечно опаздывают, потому что по утрам они никак не могут привести себя в порядок. Если вы у нас впервые, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех интересных новинок. Присоединяйтесь к Эдми!